Продолжение следует... Лав радио... Опять в машине. Римма, вот-вот... Я просто уже... Теперь нас в машине двое. Хочете, Римма, скажи, что у нас здесь творится? Что у нас творится? Лемонт. Лемонт? Да. Вот, мам, покажи им. Ну, давай, покажу. Что нам даже негде встать, да? Да вот какой у нас ремонт. Ужас. Ждем, молодец, человек. Вы думаете, каких? Ужас. Моих. Каких тут? Погоди. Куда собралась? Никуда, можно домой мы приехали. Все, уже приехали, да? Теперь бабу ждем. Хочете вам покажу, что я делаю? Я там успокоила мои гуски. Я сегодня на концерте была. На концерте была? Я сама была на концерте. Ты концерт вела, да? Да. Да. София вела концерт. Вам интересно посмотреть? Вот даже кто видит, я открываю пакеты. Видно, что ты не любишь дочь. Дочь, как ты чувствуешь? Мама любит тебя или не очень? Да, вы че, Толя. Толя. Это что, понты? Какие понты? Знаете, мне иной раз кажется, что вам просто, ну вот, вы пишете, от нечего делать. Потому что, ну, реально как-то немножко вот странно. Знаете, есть всегда по утрам ананас. Потому что у меня даже маска ананаса. Да. Софа на отца, похоже, может быть. Нет, но... Интересно, что интересно. Девочка-лапочка. Слышала, Донька? Лапочка. Нет. Как тебя зовут? Я сколько вам можно говорить? София! Вот так. Сколько годиков, дочь? Я сама сказала. Ну, сколько тебе годиков? Нет. 18. 18 уже? Да. Какая ты взрослая? Ладно, 5. У Даши пынзарь куртку себе брала? Нет, нет, нет. А почему она у тебя так плохо разговаривает? Сколько ей лет? 18, она же сказала. Передай привет Казани. Казань, привет. Ладно, я воню. Я 5 лет. 5 лет тебе, да? Все-таки 5 тебе? А то я тебя хотела на работу отправить, раз уже 18. А хочешь, я вам покажу, кто мне попался? Твой любимый парфюм Кирки люблю. Ананасы и рябчики на завтрак. Молодец. Какая невоспитанная девочка, дочь. Про тебя сказали, что ты невоспитанная. Самая невоспитанная. Самая невоспитанная. Я вообще-то воспитанная. Воспитанная? Вам сейчас придет этот, и вас убрёт. Так, привет из Украины. Люблю тебя, Сашуля, дочь огонь. Согласна. На работу пора, Софийки. Согласна. Тебе точно 18 или все-таки нет? Нет, вот что я посетила. Они же бы на работу не идти, да? Конечно. Вот как я такая вышла? Если бы мне было 18, то я бы такая была. Высокая была бы, если бы тебе было 18? Высокая мама. Вот такая. Ты не ответила. Зубиков нет, поэтому плохо говорит. Ну да. Да? Серьезно? То есть все дело в зубах? Ну мы тебе этот орбит вставим, две жвачки вот так вот. Будешь кроликом. Кто пишет невоспитанная и так далее, вы нормальные. Ребенку 5 лет, она балуется. Причем тут воспитанная? Ты балуешься, дочь? Я тебе разрешаю всех их послать. Ну когда-то дам, иногда. Иногда будешь посылать, да? Ангелине, передай привет, скажи Геля, привет. Геля, привет. Вчера виделись со Стрункиной. Да, вы видите в каком я состоянии до сих пор. Смотрите. Со Стрункиной, когда мы видимся, это просто. Вот такой у нас ананас. Ой, дочь, ну он прикольный. Но он своих денег точно не стоит. Ты его в свой новый домик, да, посадишь? Хватит зевать. Струна, не могу. Привет, Севера, хорошая девочка твоя. Оксан, что, хочешь выйти в прямой эфир? Показай, в каком ты состоянии. Не слушай, Саш, никого. Ты лучшая мама. Дочь, а я у тебя лучшая или ты так не думаешь? Лучшая сама. Лучшая я у меня. Джастин Бибер нравится? Не очень. Мы просто умеем гулять. Согласна. В свое время в Дубай забыла, как этот пляж называется. Мы прям отдыхали. Наша кровать вот здесь была, вот здесь Джастин Бибера. Ну, немножко мне не нравилось, как вела его охрана себя, вот. Потому что девчонки бежали фотографироваться и их там чуть ли не отталкивали, знаете. Ну, как-то было не очень смотреть на это. Ты меня любишь? Я тебе говорю, давай в прямой эфир. Будешь выходить, приглашать тебя или нет? Конечно. А Оксанку приглашать дадут? Да, хотела. Пусть вводит струна в эфир, хоть поржем. Сами в эфир я по-моему спала. О, как я спать хочу, а мне еще работать надо. Ты же с Тигрой в Дубай отдыхали. А почему? Я говорю про другой раз. Я не только с Тигрой была в Дубае. Да, она очень... Почему ты где-то по секретам и сказал? Не надо никаких секретов, ты что, мать? Молчи. Начинается. Ты что, она сказала? На чей концерт мечта попасть? На Басту. Баста, Баста. Единственный человек, на которого я действительно хочу в концерт попасть. Это только Баста. Приходите к нам, мы будем сейчас вас видеть. Да, мам? Как тебя зовут? Люди спрашивают, тебя как зовут? Мужик моё. Вот. Доча копия папы, может быть, может быть... Давай говори, малышка, нам секреты. Вот, давайте вам скажу. Нет, это просят неправильно. Никогда. Мама сколько раз говорит? Что ты хочешь сказать, Саня? Не про тигу. Пауковая. Все-таки вчера была где. Где я вчера была? Зачем говорить, где я вчера была? Не надо, дочь. Не надо. Не надо. Говорит не про тигру, а где ты вчера была. А вот эта информация, знаешь, как бы... Саня, ты круть, вчера погуляла, видно вообще. Спасибо, что вы ей сказали. Давай прямой в запрос, давай. Ой. Так, из зарубежных звёзд, слушайте, Тигу люблю. Да, вот я бы к нему пошла бы на концерт. Так, Срункина, иди к нам. Срункина, иди к нам. Иду к вам. Ну-ка, ну там где вчера была? Вот здесь. Мы гуляли. Вот что? А что ты красная такая? В столяре была. А, слушай. Я сегодня на море вышла, на море вышла сегодня, или глаз загорала, понимаешь? У меня что-то в пяти минутах море. Ты что? Сон света загорает. Слушай, я как бы тоже сегодня в Балтийске, у меня в трёх вообще минутах. Но мы... Рано утром уберём и знаем всё. Чё там наезжает на сайт? Да, короче, у меня весь двор пережили. Заезжай от Манного двора, двора нет. Ни одной тачки, ничего. Хрен знает, Дина, что делать, куда машину ставить. Мама вот на горку поставила, но я уже не залезу. Ага. Короче, всё, жопа прям. И люди в противогазах. В смысле противогаза? Слушай, сейчас, смотри. А зачем он в противогазах? Я не знаю. Слышишь, может там чё-то это... Слышишь, может там чё-нибудь взорвалось вредное существо? О, ага, я вижу, вижу, пошли. Водвоём такие. А следом за ним обычно идёт без противогаза, да? Да, прикинь. Походу, дело, какая-то катастрофа намечает нас. Жесть. Уходи оттуда. А то смотри. Чё-то я очкую, ё-моё. Оксана, ты с Гусевым? Да, с лебедями, с лебедями я, с лебедями. Струна, у тебя всё шапит, как будто ты подпукиваешь там. Слышишь, это у тебя, сидишь там в машине. О, Андрюха, вы этот, ты как его, краб вышел. Да, 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 да. А, наступает, что это? Ты не скажешь, что третьего не будет в нашем усиле. Наступает, да. Третьего у нас не будет. Третьего, какой чекол. Короче, что это? Это у меня. А, это хайминок твой. Короче, это, что я хотела сказать. Мне нравится эта песня. Ты вчера, ты посмотрела на видео, как ты пела? Не впертите, если... Если выпить вы хотите, то берите его. Не выпивите. Это ж Питер, тётя. Ну что, берёте? Это чисто Питер. Это чисто Питер. Это чисто Питер. Понятно. Я не понимаю, что у меня ребёнок в машине. Слышишь, там написали. Что написали? Третьего. 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 Ради вам всех. Эй, тет, тет, тет. Это тоже... Что ты... Что ты... Ой, мы сейчас только что нагулялись так хорошо. Мам, поехали. Кого? Не знаю. Ну-ка, слышишь, давай перезайдём. Давай. Ну-ка, слышу, напиши мне, и я тебя отнять приму. Что-то плохо как-то. Оксана Красотка. Помню, что с вами согласна. Моя девочка самая красивая. Тамбов, привет. Ай-яй! Она сейчас проглотит, проглотит аудиторию. Слушайте, но... Оксана симпатичная. Оксана, ага, симпатичная. Ну да, я согласна с вами. Ничего такая, девочка. Эфир виснет. Вот. Ребят. Нормально? Ку-ку. Ребят, ку-ку. Ку-ку, ку-ку. Ребят, ку-ку, ку-ку. Что, вечером не идём гулять? Оксана. В кино пойдём. Я сегодня в Балтийске встаю. Я сегодня в Балтийске встаю. А? Да, мы здесь сейчас бабушки ездили. Девчатки домой ко второй бабушке приехали. Понятно. Слушай, они меня просят, чтобы я утром машину убрала. Утро, оказывается, у них... Начинается. Очень рано. Когда я буду спать. Надо, короче, ездить теперь вокруг дома, представляешь? Сказать себе место. Упини. Да, просто, ну, лишили человека места. У меня здесь уже просто 10 лет своё место. А сейчас тут я буду... Я кое-как здесь заехала. Слушай, я всё равно бомбанула машину. Угу. Кипец. У нас жопа, короче, Оксана. Везде жопа. Вот как ты меня вчера вот кинула, вот началась и вот эта вот вся жопа. Я тебя кинула, а ты вчера меня кинула. Просто, это... Пока я пошла в туалет сходила. Пока я пошла в туалет сходила, да? Пока в туалет пошла пописать, выхожу, у Гози я с нету. Сдула. Вообще. Блин. Слушай, я так... Машина жалко, блин. И раньше вообще по-дикому просто. Аж он... А! Стоп! Прикинь, какие я езжаю здесь. Езжаю здесь. Жопа. Слушай, а что они там все так перерыли, ты переделываешь? Ну, блин, спасибо господину Алиханову. У нас это будет теперь, это, очень крутой двор. Еще бы люди красили бы балконы в один и тот же цвет, а не вот это вот, знаешь? Синяя, золото, красная, бежевая. Ну, это СССРовская тема. Было бы неплохо. Пальцы заставили. Слушай, замужем? Ты замужем? Нет, она пока... Пока не замужем. Ну, все будет. Все будет у нее. Ты же... Зачем вы пишете глупости? Вот я не знаю, видимо, люди глупые стали, что они постоянно пишут какую-то, блин, хрень. Это, естественно, даже меня напрягает. Но пишут гадости люди недалекие, и в первую очередь они пишут то, что они имеют в виду сами про себя. Это уже психологами доказано. Так что те, кто пишет что-то, то... Сына, как зовут? Федор, Федор. Да. Да. Слушай, мне кажется, у нас все равно, да, висит в эфир? Ну-ка, ребят, скажите, эфир висит или нет? Тебя плохо видно, потому что ты, видимо, едешь, и интернет у тебя там. А, меня плохо, да, видно? Да, тебя... Да. Вот сейчас лучше стало. Вот подожди, сейчас лучше. Вот ты когда останавливаешься... Блин! Ты паркуешься там, все ищешь место. Ну да, хочется просто поставить машину нормально. Угу. Оксана, чем брови красите, ответьте. Я не крашу брови, это перманентный макияж у меня. Брювень не крашу. Слушай, а ты не подкрашиваешь вообще брови никак? Вообще нет. Блин, вот я тоже так хочу, наверное. Ну, съезди в Москву, я тебе там скажу, что едешь к моим. А у меня есть, хорошая, у меня есть, у меня мой старый, этот, филармакияж, у меня очень нравится татуаж. И, короче, ну, как бы, вот он херовенький у меня. Слушай, я думала, я самая хитрая, хотела поставить тачку. Ну, прям. А там все... Ну, я и поставлю прям так. Ну, убраем. Короче, ты сегодня в Балтийске тусучишься, да? Да, да. А, ну я не проеду на машине. Оксана, ты замужем? Нет, я была замужем, уже развелась. Я теперь не замужем. Оксана, почему ты развелась? Потому что... Похоже на Айрэйру. Ты, Сань, похожа на Айрэйру. Не пертите. Так что мы открываем кастинги для меня. Пишите в дирек. А Сашка будет перекидывать. Ищем же не кастинги. Так все, жопа, короче. Я доехала в такую жопу, я уже не буду. Мама еще елок здесь нас сажала. Да, и так. А, я не хочу положить, сам кушать. Я знаю, что ты делаешь. А? Че говоришь? Я говорю, да, ахрен, теперь знаю, что делать. Мама насажала здесь в кустов, говорю, елок. Ну, прям в кусты елки поставь. Она меня убьет. Оксана, директ разорвут. Ну, пускай разрывается, пишите. Буду кастингу ставить. Мне написали, Оксана, директ разорвется. Я говорю, что пишите Сашке в директ, или мне жениха ищем. А тут написали, директ, чтобы разорвется. Нет, я имею в виду ты мне, чтобы ума отсматривать. Ты-то никому понадобишь. У тебя тигра, тебе-то не надо. А мне кастинг устроим, Сань. Как на Доме-2. Я все, у меня уже нет. Вопросы, они у меня скоро сработают, короче. Или не сработают. Да, нам вопрос задают, типа, Оксана. На Доме-2 всех берут? Или какие-то категории, кастинг? Вот мне вечно задает этот вопрос, что, типа, туда так тяжело попасть, Сань. Вот ты что-то делала? Я вообще ничего не делала. И я ничего не делала. Для Дома-2 я просто написала анкету онлайн. Это онлайн анкета. Ее, мы не написали, типа, все, отлично, вы прошли первый этап кастинга, ну, приезжайте на Самура-Машелла. Я думаю, ну, значит, мне это вообще надо, там, куда-то ехать, что-то делать, короче. Я, ну, вортанула эту тему. И в итоге мне через неделю еще раз позвонили и сказали, знаете, у нас, короче, катим в Калининграде онлайн будет. Вы не хотите прийти? Я говорю, ну, в принципе, я буду не занята. И все, я пришла с гулянки в Платино. И как бы нормально зашла. Не, ну, а я тоже онлайн записала. Мне тут же позвонили на следующий день, сказали, приходите. Я пришла. Мне вообще, да, это, Расторгул сказал, говорит, я Дом 2 вообще не смотрела. Он говорит, а как вы будете идти, если вы, говорит, там никого не знаете. Я говорю, я посмотрю перед тем, как зайти. Я буду. А ты кому пришла по итогу-то? К Терехину я же шла. Ну, надо было сказать, кому-то иду, понимаешь. Вот я такая посмотрела, думаю, из всех мужиков он был на фоне самый нормальный. Я, типа, пришла и на лобном месте, когда мне задали вопрос, типа, чем ты лучше феофилактова, я такая говорю, я натуральная, а она куклоделанная. Короче, ты подосрала. Я сразу, сразу вмочила, понимаешь, на лобном, не думая. Страшно. Короче, весело. Вот так. Поэтому никто ничего, видите, поблажит, ни у кого нету. Все просто заполняют и уйдут. Все заполняют икиры, согласны. Оксанга, о чем занимается, ищет мужа себе. Что есть, как мужа? Чем я занимаюсь? Пожалуйста, пожалуйста, ребят, пишите. Девчонки, пишите. Нищебродов не принимаю сразу. На Думе-2 даже будет. Ну, смысл ты не принимаешь? Мальчики, вы нищеброды? Это человек хороший. Нет, Сань, ну нищеброды нет. Ты что? Человек человеком. Ну, в своем понятии... Любовь, любовь, любовь. Любовь, любовь, а кушать хочется всегда, понимаешь? Ну, согласен. В моем возрасте уже любовь уже все. Что, Маслайка? Ну, что ты кричишь? Прикусил. Прикусил, но ты обладай не спеши. Прикусил себе клесть. Привет, мамой. Скажи привет, Саша. Хорошо. А он бежал, он застеснялся. Пошел кукурузу есть. Тебя спрашивают, Оксан, а ты нищебродка? Я нет, я не нищебродка. Средний статистический достаток у меня. Работаю, сама зарабатываю. У меня даже вон ритметы наклеенные. У меня все наклеено, да, сделано, да. А серьги вот 200 тысяч в ушах у меня, так что... А кто тебе такие серьги подарил? Мам, я был такой, а ты поклонник подарила. Я его знаю? Малая такая жаль. У нас хомячок сейчас по голове. Смотри, смотри, как я по голове фигачит. По голове? Он чуть дрыгается как-то. Да, да, он... А, он стирачит, короче, это. А, ходит какой-то, да? О, нифига, он быстрый! Слушай, дочь, ему можно эту тряпку повесить, чтобы он нам панель от пыли протирал? Можно, только аккуратненько. И босиком не бегай. Дочь, дочь, кинка, супер, я знаю, что ты согласна. Молодец, Оксанка. Оксанка, да, Оксанка молодец. Саша, классная, спасибо. Со своими зубами только на тебя нищеброд посмотрит. Слушайте, кстати, у Оксана очень классные зубы. Кстати, мои зубы, это мои зубы, Сань, вот честно. С дома два покоя. Какой секрет, я вам расскажу. Какой секрет? Подожди, ты сначала маме скажешь, что с кучкой? А, это может быть. Давай. Эта зуба закается внизу. Еще два зуба, правильно. Вы это, моим зубам просто, Сань, завидуют. Понимаешь, постоянно мои зубы трогают. Слушай, ну у тебя красивые зубы, они у тебя, во-первых, белые, во-вторых, как бы, ну, они у тебя ровные, ну, правильные, в прилипус. Это, я считаю, что круче, чем... Давай на голову матери. Ну, понимаешь, Сань, все же хотят, как его, я не знаю, унитазные зубы вот эти вот, и прям, чтобы, знаешь, как забор ровненький был. Ага. Кто-то от таких зубов вообще мечтает, делает это себе. Вот, калитку эту вставляет, а у тебя все в свое. Да. Хороший, малой, спасибо. Круче, чем венеры, согласна. Мешки под глазами, жаба. Да, знаете, если бы вы видели, как эта жаба гуляет, у вас бы там не только мешки были под глазами, у вас бы и под носом бы мешок большой засел. Сопляния. Оксана, если красотка не обращает внимания на этих, согласна с вами. Не успокаивайся. А мы не обращаем внимания. Самое главное, что мы знаем, что мы с Гузей у красотки. А вы видите, какие у меня ушки без счастья. Какие там? Ушки без счастья. Классные. Смотри. Ушки без счастья. Ага. Хорошая. Там просто щетка и пел. Щетка в смысле щетка? Я представляю, как гуляет. Стрункина и Гозия с Дом-2. Ага. Вот, Оксан, что делать? Вот тебе про Бухева пишут, который уже четыре раза женился, переженился, подрался, разодрался, в крови провалялся. Вот мне все за костью пишут. Как мне вам объяснить, что я не с этим человеком, и у меня абсолютно другой человек, и вообще человеки-человеки уже закончили. Не знаю, Саш. Мне кажется, нам будет до старости лет, когда у нас уже будут с тобой другие мужья, нам все равно будут про это писать. Потому что даже когда я была в браке, мне все равно писали про этого Буся. Хотя я вообще про человека ничего не знаю. Люди мне задают, как будто я, знаешь, общаюсь с ним. Но это просто люди... Ну, есть такие люди, которые всегда будут тебе как бы писать про тех, с кем они тебя изначально там, ну, видели, с кем тебя ассоциируют, видимо. Я что делаю? Я просто не читаю эти комментарии, и, ну, как бы я никак на это не реагирую. Игнорируешь, короче. Я игнорирую, да, эти вопросы, потому что... А что я могу ответить? Ну, что я могу ответить, если я не общаюсь с этим человеком? Сейчас мне, например, этот вопрос... Почему развелась? Почему развелась? Уже второй год, понимаешь? Нет, почему развелась? Мне кажется, я второй раз буду замуж, Сань, и буду что писать. Точно так же, как и тебе. Ты, скажи, что ты с Мастерко дружишь и следишь? Да. И что, и как? Ну, с Мастерко по телефону мы постоянно на связи. Вот. Она же, видишь, у нас как бы теперь, и ей нигде ничего светиться-то нельзя. Смышку не поняла. Ну, она теперь, это, скажу, растение. Алиберш! Алиберш! А что, Алиберш? Алиберш сейчас же, видишь, на передаче принимает участие там с этим. Как вот. На канале этот... Мир, Мир. А не Мияк, а вот, я что-нибудь на сюда ехать. Да, она мне тоже говорит. Давай вот, ну, там, как бы, с Сыта. Я тоже все не так. Ну, хочу, когда приеду, ну, хочу сходить. А ты не на передаче, бомбанил. Вдвоем, вдвоем. Привед. Ну, ей надо будет... А она бесплатно ходит туда? Я же бесплатно не пойду. Они, да, они, как бы, не это... За бесплатно, получается. Ну, а какой выхлоп там, я не понимаю? Я не знаю, пока я ничего не знаю, какой выхлоп. Я наблюдаю, но смотрю, наши все ходили уже практически. Да? Ну, короче, я готова с тобой подраться. И пойти лучше к этому, к Малахову или на самом деле. Да. Обратим там пару моментов, слышишь? Хоть два блажера можно. Давай, давай, поработаем. Пора, поработаем. А не просто так. Все, господи, я, это, какого, надо. Или на детектор лужи пошли. Ну, так я про него и говорю на самом деле. Да, пошли сходим. Там хоть можно это. Ты смотрела вообще передачу с Гусевым и с этой, с Романец? Да, какую передачу? Детектор лжи. Это кто? Ты что, у меня в интересах высвечивают там всякие вот эти вот моменты. Вся Пилатова комментирует, говорит, какие там работники, у них никого не было никогда. И, короче, типа они там крутые, бизнесмены, короче. Ага. Вот. Бусик на НЛ поднялся. Ну, я вот хочу посмотреть, поржать. Да? Не, не смотрела, надо посмотреть. Польшей толстый. Говорит, прямой эфир, смотрите. Какой у меня толстый. Какой мы нужны, поверьте, поверьте. Когда есть интрига, мы нужны. А сын у тебя по залету? Нет, у меня сын не по залету. Мы планировали эту беременность с моим мужем. Я очень долго старалась. Ты уверена, что ты планировала с тобой эту беременность? Восемь месяцев. А с телефона, пап? Все, Гозиас, идем на детектор ложи. И вот эту берем. Вот, кстати, я вот считаю, что ты обманываешь. Мне кажется, тебя мужа вообще не было, и ребенок твой очень похож на Гусина. Саня, сейчас. И не зря ты очень легко ушла с дома два. Ты можешь срайнуть? Ну да, да. Это, кстати, быстренько-то стряпали все, делали как раз все. Когда я говорила, что по залету у них как раз это все произошло, в эфир это не пропускали. Нельзя было. А тебе что, ты нравится Романец? Я не общалась как бы, ну, с Романец тоже. С Романец? Я ее, знаешь, где видела, мы так пару раз, ну, просто общались, когда она еще с этим была, с Черкасовым была в отношениях. Когда мы на Олимп приходили, и все. Ну, точно так же, как мы с тобой вот познакомились на Олимпе, да, общаться уже стали здесь больше. А сейчас стали, это, прибухивать вместе. А сейчас просто, гости, с нам нельзя вместе, понимаешь? Нет, Леоня, вот Романец нельзя говорить, что Романец. Ну, слышишь, да, что Романец? Надо говорить просто Романец. Баба скоро приедет, да. Сейчас, да, дождь, да, кровь. А что, где бабушка-то ваша? Бабушка в Янтарном. А я приехала без ключей. Забыла ключи? Ну, мама дает. Дочь, мама ничего не сказала. Надо было сказать, что мама все взяла, ключи забыла. Кто не сказала про ключи, мальчик, Романец? Я не знаю, что она у тебя дома. Че кричишь? Че ты кричишь? Крикун. Шумно однако у тебя, мальчик. У меня аж умно вообще, у меня аж Петя, видишь, что вы двоя. Что у тебя? Ай, Петя. София сразу же стесняла, Петя, что ты? Королева и король Гусевы. Ну да. Это очень смешно. Покажи сына. Короче, люди меня, ты видишь, мне стали нищеброды не понравилось людям, когда я называю. Это мы прикалываемся и шутим, ребят. Если кто не понимает наш юмор. Юмор мой не понимают. Ну, написали, типа, того, что я, типа, Оксана высокомерная, не соответствует, и людей не нужно называть нищебродами, понятно? А сейчас написали, то, что я поправилась, и я очень плохо выгляжу. Нет, она, нет, Гозиас выглядит замечательно, круто, просто мы вчера хорошо погуляли. А, опять, это отечность, да? А так она вообще-то вот такая тростинка. Она тростинка, там ветер вот так, сделай, она упадет. Худая. Да? Да, отечность по-любому, Саня, после того, что мы вчера выпили. Слушай, ну ты мне скажи, ты будешь по-любому сейчас, который зарабатывает, ну, давай, по 50 тысяч рублей в месяц? А я думаю, что... Только 50 тысяч рублей в месяц? Не знаю, Сань. За полкишок-то. За полкишок-то. Ну, как-то, я же с ним там встречалась и жила, когда он зарабатывал такую стоимость. А? Когда муж у меня, у меня муж так зарабатывал изначально, когда я с ним познакомилась. Это же потом он стал расти. И зарабатывал. Так, ну, а на 30-ку? Так что... Как это говорится, не сразу. У тебя одежда пропадает со мной? Нет, нормально все. Нормально? А если парень будет... Я просто хочу понять, что такое нищеброды. Не, ну, Сань, как бы, конечно, мужчина должен уметь дать то, что нужно семье, женщине, да? Тут давайте подумаем так, что... А зачем смысл тебе рядом мужчина, который не сможет тебя обеспечивать? А когда ты будешь сама зарабатывать? Понятно, что там сама зарабатываешь, но у женщины это она на себя зарабатывает. А мужчина должен все же все равно уметь свою семью содержать, помогать. Так же, когда... Люди пишут, что мы слишком меркантильные. Я не понимаю, когда в семье там напополам какой-то бюджет. Я не понимаю... А, а... Кручей давай. Люди пишут, что мы слишком меркантильные. Мы... Ну, пускай будет так. Люди, конечно, у всех ценности разные. Я лучше буду меркантильной, чем я буду ходить в рваных трусах. Так, извините, ребят. Каждый выбирает то, что он хочет в этой жизни. Я не хочу жить, ходить, читать эти копейки. Милые в рай шалаши. Да? Покажите мне этих милых, с которыми в рай хорошо. А когда ваш ребенок будет бегать и говорить, мама, я хочу вот это, мама, я хочу туда. Вот интересно, вы как будете своему ребенку объяснять? Мне с папой было хорошо в шалаше. Без трусов носиться бегать. Пишут, да. Пишут, муж должен для любовницы делать. Жена, жена никуда не денется. Нормально. Я не соглашусь. Почему должен муж делать для любовницы, а не для жены? Что за бред? Что за... Что там... Кто это написал такое? Бредятину. Оксана живет с родителями не из-за того, что ей нет где жить, а из-за того, что Оксана работает. И когда она находится на работе... На работе у меня родители, да, помогают маму. Люди, короче, начали помять. Вот жалко, жалко, что терапия здесь. И твой... Да, да, да. И у меня малыш. Я сейчас как ответила бы... Ответили бы мы жестко. Ответили. Людей бы просто было больше слов вообще. Я считаю, что она то... Ну, как бы женщина и мужчина должна оставаться... Женщина должна оставаться женщиной. Мужчина должна оставаться мужчиной. И это всегда так было. Женщина... Как это? Следит за очагом. Вот. А мужчина идет на охоту. Но, к сожалению, мир меняется. И мужчины тоже некоторые одевают юбочки. Ах, нафиг, типа, не буду матом, потому что так матом. А сами зарабатывают. Если есть, тем уж я с деньгами. Дуры пишут. Ну, да, пишут. Вот честно, я вот считаю сейчас ваши какие-то комментарии. Просто какие-то женщины недалекие. Вот реально. Извините. Вот так вот, слышишь? А что вы можете дать своему мужчине? В первую очередь, женщина должна дать понимание. Да, нет, женщина не должна мужику давать деньги, дочка. Да, это плохая история. Вот. Во-вторых, женщина должна дать внимание, понимание, ласку, заботу, любовь, свою верность. Поддержку, поддержку, верность. А сейчас, да, там, сука. Это так кажется. Ой, блин, это сова, вот мужик сдал денег, и все. Да нет, он отступился, грубо говоря, и все. А женщина отдает полностью свою жизнь, свои мысли. Все, что вообще есть в нее, она дает этому мужчине. Рожает ему детей. И, сука, рожать больно. Вот. Да. Вот написали. Не можешь обеспечивать жену, другой найдется, кто обеспечит. Так что муж должен все брать в свои руки. А жена... Воспитание и домашние дела. Так, вот это вот действительно правильно. Ну, правильно вот мыслят все, вот. А пишут, наверное, те... Просто я, например, я не понимаю, когда я вижу женщин, которая говорит, она ходит, работает, тянет этого мужа, какого-то алкаша, он еще ее при этом бьет, а она все равно находится с ним. Вот это с милым рай шалашином. Супер, супер просто. И когда ты вот... Она плачется, там, говорит о том, что ей плохо, ей то, сё. Милая моя, да возьми, развернись и уйди. Зачем вообще таких мужиков держать рядом с собой? Лучше быть уж одной, чем не обы с кем. Непонятно с кем. Зачем такой мужик? Люди говорят, что мне ножки закрыла, когда мама, да, сэмоционировала, чтобы рожать больно. Молодец, моя дочка. Я когда ругаюсь, я сюда закрываю. Мама не ругается. Ты не сказала. Это ведь на другое слово. Но тебе его говорить еще рано. Ай, это мать, мама. Да, конечно, 24 на 7 женщина делает обязанности по дому и по готовке и так далее. И готовит тоже женщина. Пусть не три раза в день, да? Мужик там поел в столовке, там в кафешке, в ресторане, на встречу. Но женщина полностью, как мама, окутывает мужчину вниманием, пониманием и мусюкает, мусюкает его. Слышишь, а тут это пишет, это мужчина писал и дальше продолжает. Короче, если вы решите уйти от мужей, я вас жду. Но у меня нет мужа. Я ушла. Что-что? Да там мужик это писал, что мужчина должен уметься держать. Он изначально сказал, что мужик... А если у меня красивая? Блин! Оксана, где ты? Где ты? Я хочу к тебе готов на руках носить. Оксана, тебя на руках готовы носить. Где ты? Напиши ко мне, слетел эфир. Все, да? Оксана ответила, да? Пока Гозиас рад был за тебя видеть, ты крутая, красивая стала. О, тихо. Оксана, сейчас поймаем тебя. Да ё-моё. Во. Выйти прямой эфир. Я тут, я. Ты танц. Ты танцуем, блин, блин, блин. Что ты там делаешь? А зачем ты вот это все достал? Говори, что ты портал. Ты красотка. Я что, некрасивая? Ты красотка. Конечно, когда ты к нам приедешь. Петя, тут смотри, сколько игрушек. Приезжай к нам в гости, смотри. Видишь? Сколько игрушек. Видишь, сколько у нас игрушек? Дорога вот такая у нас есть. У нас тоже есть такая дорога. Приедете к нам? Нет, у нас еще куча. Куча. У нас куча приедешь к нам? Да. У нас машинки еще спечатаются. Маму, бери. А, у нас еще машинки едешь встретиться. Оксана, где же ты, где я к себе хочу? Где-где, в Зеленоградске. Струна, почему ты развелась с мужем, спрашивают. Почему развелась? Ну, в моем понимании, что если любовь проходит, и люди начинают по жизни смотреть в разные стороны, то друг друга мучить, и смысла я не вижу. Поэтому я взяла ее. Вот. Я не понимаю те семьи, где допускаются измены, и когда жена об этом знает, она просто тупо сидит, молчит. Ну, как бы ее, типа, это все устраивает. Я не понимаю такого, и мучить тоже мужчину смысл я не понимаю. Точно так же, как и седа. Поэтому мы просто стали по-разному на все смотреть. Поэтому я и разошла с ней. Мне здесь начали писать, что не верят, что я могу быть такой, какой, ребят? Мы сейчас говорили не о трудностях, а мужчины, когда мы в отношениях. Мы говорили просто изначально о выборе мужчин. В 20 лет мы могли, конечно, встречаться и работать на двух работах, для того, чтобы там, знаете, это, не знаю, обеспечить себя и обеспечить его. Конечно, если у моего... Да. Раньше можно было и на лавочке посидеть. Это нормально. Если у моего мужчины будут проблемы по итогу, там, какие-то финансовые, ну, это не беда. То есть я все равно буду с ним, потому что я его люблю не из-за того, что там он зарабатывает или не зарабатывает. Я его люблю по другим абсолютно качествам, да, и, как бы, ну, периоды всякие бывают. Люди взлетают, люди падают. Как бы здесь, конечно, и как раз-таки вот здесь женщина должна проявить усилия для того, чтобы не терять веру в своего мужчину и просто ему все равно восхищаться. Ну, тут вот, видишь, пишет, ну, мат не буду читать, вы рассуждаете, как тупые 18-летние курицы. Ну, может быть, для вас мы тупые 18-летние. Ой, спасибо за 18 лет, конечно. Вот. Но каждый в этой жизни делает то, что он хочет и выбирает то, что ему хочется. Вас никто не заставляет, никто вам не навязывает наше мнение, нас спросили, мы отвечаем. Вот. Я для себя говорю, что мужчина должен уметь обеспечить свою семью. Вот. У меня в моей семье я видела всегда, когда папа также обеспечивал мою семью, да, там, мою маму, нас. И я привыкла по принципу жить в такой семье, и я для себя понимаю, что я буду выбирать такого же мужчину, который сможет обеспечить меня и моего ребенка. чтобы рядом был какой-то мужчина. Понятно, что могут в жизни быть и падения, и трудности, и нетрудности. Понятно, что здесь ты будешь бросать мужчину своего, да, с которым ты там живешь, и будешь его поддерживать. Вот. Но изначально, когда ты выбираешь, ты понимаешь, а когда люди уже взрослые, и когда еще есть дети, то, конечно, ты в первую очередь думаешь не о какой-то там в бошку, как тебе действительно 18 лет, и вон тебе моча в бошку стукнул, ты побежал, расписался, и вы готовы на улице жить. Сейчас, извините, когда ты взрослый человек, прежде чем войти в брак, и когда ты выбираешь себе спутника по жизни, ты понимаешь, что это в первую очередь должны быть партнерские отношения. И когда они будут партнерскими, тогда у вас все будет идеально и замечательно. Поэтому, ребят, каждый делает то, что он хочет по жизни, и выбирает точно так. Хотите жить на улице? Живите. Хотите рядом иметь мужчину, которого вы хотите именно обеспечивать? Да вперед! Вас никто не заставляет слушать наше мнение и делать так, как мы рассуждаем с Гозиас. А говорить о том, что мы тупые и как-то тупо рассуждаем, но если бы мы такие были бы с Гозиас, с тупые, то мы, наверное, где-то бы... То вы бы в нашем эфире не были. То вы бы в нашем эфире не были. Да. Да. Я с телефоном тебя в шоке. От меня телефон в шоке. Что, Оксан? Я, короче, придумала. Будешь в моем проекте вести уроки, как правильно выбрать мужчину, короче. Вот. Все, успокойся, мадам. На меня время удели. Ну, вы мне в директ напишите. Я вам удивляюсь. Так, не попрошайничай-то. Да, Умаров. Какой-то Умаров 4967. В директ пишите и посмотрим на вас. А я классно здесь. Что за психолог? Что за психолог? Психолог Стрункина. Знакомьтесь. Психолог Стрункина. Значит, ребят, совсем скоро стартует проект, где Оксана Стрункина будет вести тренинг, как правильно выбрать мужчину. Да. Да. Вот еще один пишет. Ладно, хорошо, дебаты. Берите меня. Пишите. Ру какой-то, а точка. Слушай, и как раз там гимн России у тебя играет. Давай. Да. Да. У меня гимн России тут ребенок включает. Мать баллотирует. Да, я баллотируюсь. Все. Выбирайте меня. Я буду у Гозиас в проекте. Буду психологом жизненный. На своем опыте все прошло, и теперь можно как раз в психологии. В этом плане. И огонь не воду прошла ты, Оксаночка. И огонь не вода. Как красота. Как там песенка. Что? Старик. У меня. У меня. Что у Гозиас с прической? У Гозиас с прической не подошел шампунь, короче. Вот я тоже с этим вопросом согласна. От женщины все зависит, если мужик изменяет, виновата только женщина. Я вам сказала, что там повысок. В какой-то степени, конечно, виновата, но мы, девушки, мы не забываем о том, что есть мужчины, которые гулящие, гулящие. И какая бы там женщина ни была, у них апреля будет гулящая. Вот, ну, есть мужики? Есть такие. Да. А, птица, но есть. И там вот, как бы женщина, что бы она ни делала. Можно на краске. Это вот психологически ему нужно пойти с другой. Все. Да, я согласна. Да, бывает, женщина виновата. Не всегда. Да, Гозиас? Ой, губы, гранат. Я не с таким акцентом сказал, мадам. Не переворачивайте. Ну, ладно, не обижайтесь. Кто думает, где мы? Он подумал это. Если вы думаете, где мы? Не говори, где мы. Виновата женщина, которая обладняет. Та, которая соблазняет. Мужчина виновата. Ну, и мужики. Ну, я имею в виду, есть мужчины, которые все равно. О, слышишь, отлично. Мама, да, мама, короче. Да, у меня сейчас мама тут сейчас подключится. Сейчас такие дебаты вам устрою. А потому что это актуальная тема, так как сейчас очень все доступно, и как бы этим доступным мужчины как бы очень сильно пользуются. и из-за этого мы не можем ни замуж, ну, не создаются семьи. Мы-то уже побывали замужем. Там всю эту кухню знаем. А вот нормальный, да, молодой девчонок. Деньги знаем. Какие деньги, дочь? Наши! Тихо, ты не рассказывай про мать ничего. Сами женщины ставят какие-то преграды. Он берет и говорит, а зачем мне тут какие-то преграды? Зачем мне что-то добиваться? Если вот я пойду налево и направо, а там задашь не без напряга. Поэтому женщины надо тоже себя... Надо с напрягом! А? Надо с напрягом, говорю. С напрягом, да. Вот вам. Да? Сейчас развеет слишком много легко доступных женщин. Так, Петь, не пачкай меня. Сань. В общем, я тоже говорю. Да. Оксана, кем работаешь? Администратором. Работаю в ресторане. В грузинском ресторане. А в ресторане. Та-та-та-та-та-та. Гозя, ты что-то у меня зависела. Не, это я уснула. Это ты уснула? Женщина, ну вообще никак не виновата, что мужик изменяет. Это мужики такие конченые, которые нашли свой на помойке. Ну да, это тоже, да. Короче, на эту, вообще, в Макуге можно много и просто. Оксан, всё, давай. А сколько струнки на лет? Тридцать четыре мне. Давай. А, если я выхожу, у тебя эфир не продолжается. Чё говоришь? Я говорю, если я выхожу, то у тебя эфир тоже, да, заканчивается? Да, конечно. Спасибо.